Мы начали с того, что мы души, да? У души есть три энергии, главные, три энергии, три стремления, три проявления. Она хочет вечности, душа хочет всегда жить, вечно жить, вечности. Душа хочет любви или счастья жить, без любви, без любви не могут люди. Час без любви, без любви пропащий час, нам хорошо, хорошо, когда мы любим. И так далее. То есть душа стремится к любви, и третья душа стремится к знанию, она хочет знать. Желают знать, что будет, устроены так люди, да? Итак, мы хотим знать знания, потому что без знания счастье невозможно иметь в жизни. Хотим знать. Три вещи, которые душа хочет иметь в своей жизни. Но интересно знать, что энергия вечности работает как в мужских телах и в женских одинаково. Как вы думаете, мужская и женская природа, она возникает где? В теле, в психике или в душе? Вот где основа мужской и женской природы? Где? В душе, в психике или в теле? В психике. Все так считают. А я вам скажу, в душе. Сейчас объясню, почему. Потому что некоторые души, они когда приходят в этот мир, ну то есть каждый раз душа хочет чего-то своего. И все души всегда хочут вечности, хотят вечности. Но некоторые из них хотят счастья, а некоторые хотят знания. Если, допустим, счастье не получилось, думают, как это, почему не получилось, надо разобраться в этом вопросе. И душа в следующей жизни хочет уже знания. Понимаете? Или она счастья хочет в жизни, или знания душа. Одно из двух. А вечности она всегда хочет. И поэтому душа, которая стремится к знанию, три центра психических разума. Верхний лобовый центр связан с знанием. Сердечный центр связан с любовью. И паховый связан с вечностью. Душа стремится к знанию. Кем она родится? Мужчина или женщина? Мужчина. Мужчина хочет понять, разобраться, преодолеть. Он стремится. Неустремленность это основа жизни. Устремленность. Он хочет разобраться во всем. Дальше женщина. Она хочет любви. Так? Или нет? Или женщина хочет работы все-таки? Надо разобраться в этом вопросе. Чего хочет женщина? Она хочет хорошей работы или любви? Потому что одновременно и того и другого хотеть невозможно. Хотя мне сейчас вот дали доклад, что в Швеции возможно. Мне сейчас показали бумагу, что там сделали детский сад, в котором дети не имеют пола. Они дружки просто. Они не мальчики и девочки, а дружки. Видите, у них идет развитие, прогресс цивилизации.